друзья всем привет вы на канале jw orgia и в этом видео мы будем разоблачать яговистские стихи которые написаны в их дебильном приложении под названием jw library как я его называю прошлый раз когда я снимал шел на улице дождь тучи такие были вот посмотрите какие были черные тучи на небе яговисты наверно уже подумали что конец света пришел на армагеддон как они называют но ничего не произошло яговисты она разочаровались да что в тот день не пришел армагеддон ничего страшного я у вас вместо пророка буду поэтому я вам так скажу с иегова я побазарил вот там с ним перетер там пару вопросов он короче сказал чтобы я передал вам ну то есть яговистам его что все нормально армагеддона пока не будет ни сегодня ни завтра и ближайшую неделю инкома вылетает но это не армагеддон поэтому успокойтесь живите нормально спокойной свободной жизнью и все будет хорошо а мы приступим и начнем разбор стихов на день первый стих на день на 8 мая зачитаем стих на день следите чтобы не было блудника или блудника как правильно не знаю но короче не важно как правильно ставится ударение фишка в том что у яговистов такие несмотря на этот стих очень много блудников в их секте сейчас сейчас объясню почему у них очень строгие правила там как говорится секс до брака и тому подобное ничего им нельзя закупку куча запретов и поэтому их накрывает естественно против природы не попрешь желание есть а нельзя как бы ну запреты везде и повсюду ну давайте почитаем что нам подготовили эти алкоголики из руководящего совета по поводу объяснений к этому стиху иегова ненавидит нечестие или зло в любом его проявлении до яговисты так вам кстати какое же негодование вызывает у него сексуальное насилие над детьми сказали яговисты и продолжают это делать это мерзкое отвратительное преступление ну блин яговисты вы же разбираете эти стихи на день ну блин почему у вас много преступлений в организации мы разделяем чувства бога ведь как его свидетели мы во всем берем с него пример мы ни в коем случае не станем терпеть такие злодеяния в христианском собрании ну конечно не будем терпеть мы просто их не будем выносить на всеобщее обозрение и все любая форма насилия на детьми это грубое нарушение закона христа получается яговисты не по закону христа живут этот закон то есть все чему учил иисус в том числе своим примером основан на любви побуждает к справедливости справедливость вообще ромаш прещит через края руководствуясь им истинные христиане истинные истинные христиане обращаются с детьми так мне уже даже страшно я начинаю себе это представлять чтобы те чувствовали что их искренне любят и не дадут в обиду сексуальное насилие это жестокое преступление которое лишает детей чувство защищенности и уверенности в том что их любят беда к это уже стих на день закончился задолбали со своими насилиями наверное потому что слишком много насильников все эти свидетели иеговы поэтому такой длинный стих печально но эта беда не обходит стороной и истинных христиан да она эта беда всех цепляет не только иеговистов мир полон злых людей и обманщиков это не про себя пишут и кто-то из них может проникнуть в собрание некоторые утверждали что принадлежат к христианскому собранию но пошли на поводу у своих извращенных желаний и совершили сексуально наследно детьми в общем посыл стиха вроде бы как наоборот против насилия да на самом деле насилия в секте очень много и это вообще бич бич этой секты чего не хотят рассказать этим стихом своим адептом я не знаю давайте перейдем к следующему стиху на день стих на 9 мая зачитаем стих на день усердная молитва праведника имеет большую силу потому что она будет услышана ну реально иеговисты уже задолбали со своими молитвами у них везде эти молитвы прошлом месяце было полно этих молитв что нужно молиться молиться потому что постоянно внушают своим адептом что они недостойны что скорее всего не совершили какое-то там преступление или грех или что-то неугодное богу и все время им рассказывают что их молитва будет услышана и никак иегова не дослушается этих молитв ну давайте почитаем от этих алкоголиков как говорится из руководящего совета что они нам подготовили какие объяснения к этому стиху на день когда человек крайне подавлен ему бывает трудно молиться это кстати про иеговистов тоже рассказывается потому что они реально постоянно крайне подавлены им постоянно тяжело молиться но поговорите с любыми яговистов он вам расскажет об этом ему может казаться что он недостоин общаться с иеговой видите опять по призыв к тому что вы недостойны яговисты вы недостойны понятно чтобы утешить такого человека нужно выйти ему из секты да можно предложить ему вместе помолиться ну да одному ему недостаточно молиться нужно помочь ему чтобы он еще больше был зазомбированы было бы хорошо упоминать молитве его имя можно сказать и иегове как мы любим этого человека и как его любит все собрание видите зомбирование какое прям по пунктам также можно попросить его это читать капец также можно попросить иегову успокоить и утешить его дорогого служителя такие молитвы могут унять его боль по пунктам расписали как нужно правильно молиться а то же и иеговисты не знают думайте прежде чем что-то сказать понятно и иеговисты нужно строго подчиняться руководящему совету и молиться так как учит руководящий совет строго по правилам запомнили бездумные слова ранят а добрые исцеляют доброе это указание другого совета да мы уже выяснили да поэтому молитесь и иегове чтобы он помог вам найти добрые утешительные слова помните нет слов сильнее тех что произносит произнес сам иегова они записаны в библии то есть получается молитва должна быть как читаешь библию до цитируешь стихи из библии это молитва короче говоря вообще фишка молитвы в том чтобы искренне это сделать если ты уже хочешь помолиться какому-то там богу в которого веришь то нужно это делать искренне а искренности у яговистов нет потому что их учит как это надо делать а потом рассказывать что это должно быть искренне от души ну как это может быть искренне от всего сердца быть течь эта молитва если она по принуждению все эти слова произносят а так как угодно организации утешая братьев и сестер мы заверяем их в божьей любви ну конечно кроме того нам нельзя забывать что иегова бог который верит вершит правосудие правосудие а потом они в комментариях пишут что вас всех уничтожит иегова огнем скоро пожрет от правосудия класс я вас уничтожу ни один случай насилия не останется незамеченным и иеговой иегова ничего не видит ни одного насилия в этой секте он видит все и он не оставит без наказания ни одного не раскаившегося преступника надеюсь что власти возьмутся за этих иеговистов и все не понесут наказание поехали дальше стих на 10 мая зачитаем стих на день смотрите как бы не нашелся тот кто завладел бы вами как добычей через философию и пустой обман по традициям человеческим это четко написано про руководящий совет потому что у руководящего совета есть свои книги есть свои учения библия им по фене они просто берут библию коверкают и и при помощи этой библии сочиняют свои но учения свои книги посмотрите сколько у них много литературы ни у кого столько нет литературы и такая книжка и всякая от из исая только чего стоит у них два тома книги исая у них лично и личных вот этих выдуманных учений больше чем сама книга иса и из библии вот и все делайте выводы мы давайте почитаем что нам приготовили эти алканавты руководящего совета в своих пояснениях сатана хочет чтобы мы оставили и иегову да и иеговисты честно говоря сами хотят оттуда уйти просто некоторые не уходят потому что их члены семьи там боятся там что-то как-то там ну думают куда дальше идти что делать как же это жизнь без бога что чем они будут заниматься поэтому не хотят у многих сомнения у многих иеговистов очень большие сомнения что эта организация правильная в правильности этой организации они очень сильно сомневаются для этого он старается завладеть нашим разумом и подчинить его себе капец я не могу сказочники вообще он пытается обмануть нас чтобы мы следовали за ним опять обвиняют бедного сатану чувак уже сидит там она думает капец причем тут я сатана знает что нас может завлечь тоже наверное учение из библии да и ловко этим пользуются конечно неужели сатана и в самом деле может вас обмануть нет это просто и руководящий совет вам втюхивать через эти стихи на день которые сейчас читаю да пишут они да конечно слова павла из колоссия нам 28 были адресованы помазанным христианам каким руководящему совету да естественно им грозила опасность и сегодня он угрожает нам еще больше страшно очень страшно ох давайте сатану во всем вините побольше вините его во всем виноват плохой почему и сами отвечают сами придумали и сами отвечают сатана был сброшен на землю конечно в 1914 году или там 19 эгоисты да сатана был сброшен на землю и теперь пытается ввести в заблуждение служителей бога естественно заметьте сколько уже обвинений в адрес какого-то непонятного сатаны кроме того мы живем в то время еще и во время мы какое-то живем страшное когда злые люди и обманщики видите злые люди в этом мире вообще все плохие все плохое мир плохой поступают все хуже и хуже действительно давайте запугайте нас и что скоро сейчас уже огонь летит все прячьтесь текайте подземелье вот такой друзья стих полностью про пронизан каким-то экстремизмом каким-то чуть ли не терроризм какой-то посмотрите призывы какие-то странные что все плохо все вокруг плохие ну короче ужас давайте перейдем к следующему стиху на день стих на 11 мая довольность меня это яговист каждый вечер наверно после служения так говорит иегова возьми мою душу действительно умереть хочется после того как с иеговистами поводишься но теперь объяснение от наших миллионеров из руководящего совета когда и язовель поклялась убить илью он очень испугался и убежал вирсавию историю из библии рассказывать он был настолько подавлен что стал просить смерти почему или я был несовершенным человеком с такими же чувствами как у нас возможно из-за стресса и физического истощения он оказался на грани срыва вероятно или я думал что все и все его усилия вернуть израильтян к иегове почти прахом яговисты кстати тоже начаться думая что все их служение все их молитвы идут прахом потому что ничего не происходит после этого что в израиле ничего не менялось к лучшему фон то же самое у яговиста в голове и что он один продолжал служить истинному богу иегова понимал илью и не стал укорять пророка за его слова он помог ему вновь обрести силы после этого иегова показал илье свою не не объект не объятную силу интересно вот может как яговист найдется напишет в комментариях про вот эту необъятную силу как она выражается как вы ее почувствовали что это вообще такое может покажете картинку нарисуйте нам хотя бы чтобы мы представляли ты видишь физически этого не видно после этого иегова показал или и свою необъятную силу по-доброму помог мягко по-доброму по-доброму любимое слово руководителей этих алканавтов мазанников из руководящего совета по-доброму помог ему перестроить свое мышление затем перестроить свое мышление и яговисты прям показывают как у них перестраивается мышление из-за того что не слушает руководящий совет затем иегова сказал что в израиле осталось еще 7000 человек которые отказывались поклоняться ваалу так и ягова заверил илью в своей любви ну короче понятно стих ни о чем мы только иеговисты в нем могут найти кучу объяснений на своих в поездках собираются и объясняют этот стих и не разбирают его вместе со встречной целый час а потом идут служить а мы перейдем к следующему стиху на день стих на 12 мая зачитаем стих на день подчиняйтесь старшим подчиняйтесь понятно опояжьтесь смирением ума то есть опять подчиняйтесь грубо говоря тисе перевести по отношению друг другу а друг другу нужно еще подчиняться потому что высокомерным бог противится действительно если ты будешь высокомерным то ты не сможешь приносить добровольное пожертвование потому что нужно как только старейшины дайли руководящий совет сказал что нужно приносить пожертвования там в бредкастинге или в чем не где-нибудь еще часы публикации то нужно сразу их приносить а если ты не будешь смиренным будешь высокомерным то не сможешь приносить эти добровольные пожертвования поэтому будь смиренным и не протився когда тебе говорят но теперь объяснение от этих пивных алкоголиков самонадеянность опасно действительно ты не должен надеяться на себя надейся на руководящий совет и поступает так как он тебе говорит если мы будем следовать указаниям ответственных братьев то избежим лишних проблем конечно опять подчиняться да видите призыв к подчинению в каждом слове буквально не то чтобы в каждом предложении вот один пример еще час примером подкрепят это все дело в стране где наша деятельность запущена ответственные братья ответственные далее возвещателям указания не оставлять печатную литературу тем кому они проповедуют однако один пионер подумал что сам знает как лучше и предложил проповедовать по старинке о отступник сделать ему пастырское посещение мозг ему промыть к чему это привело самовольничеством тут занимается ты блин ты смотри на него распоясался как-то раз он и несколько других возвещателей проповедовали и едва они закончили служение как ним подошли полицейские о вот к чему приводит непослушание руководящему совету очевидно за братьями следили и в руки властей попала оставленная людям литература вот так я же тебе говорила чему нас учит этот случай ну как чему чтобы подчиняться руководящему совету если не сказали не делать этого то нужно строго это выполнять и не придумывать тому у вас не должно быть своего мнения вот чему нас учит мы сейчас мы почитаем что по этому поводу думать руководящий совет нужно следовать всем указаниям но в принципе то что я и сказал я без подготовки читаю друзья поэтому я первый раз читаю тоже эти стихи вернее эти пояснения руководящего совета нужно следовать всем указаниям которые дают братья естественно даже если нам кажется что лучше сделать по-другому но вот решил сегодня стих на день записать надо было посоветоваться с назначенными братьями и не посоветовался от блин завтра придут и нас пасторским посещением я не буду вас ждать приходите видео запишем и выставим на канальчик jw.org и его во всегда нас благословляет когда мы слушаем тех кого он наделил властью своей организации смотрите друзья в чем манипуляция этого стиха а манипуляция друзья заключается в том чтобы объяснить своему адепту и зазомбировать его мозг что если ты не будешь слушаться то это все равно что ты не будешь слушаться ну не будешь слушаться братьев до назначенных то это все равно что ты не будешь слушаться самого иегову потому что они назначены назначены чем тем вернее да там иеговой иисусом всяким вот этим поэтому все ягодист почитал это думает ага все надо подчиняться строго то там потом накажет боженька перейдем к следующему стиху на день друзья стих на 13 мая зачитаем стих на день все желающие жить блин по моему такое уже было до про желание жить я еще рассказывал что блин покажите здесь хоть одного человека который не желает жить проявляя преданность богу во христе иисусе будут преследуемы давайте почитаем от этих вмазанников алканавтов пояснения к этому стиху в ночь перед своей смертью иисус христос сказал в молитве иегове что всех кто захочет стать его учениками будут ненавидеть вот и пытаются теперь это все как бы закрепить в памяти иеговисов чтобы они запомнили вплоть до наших дней враги истины преследуют верных христиан до наших дней видите то есть в наши дни преследует еще одно как бы такое зомбирование чтобы вы понимали что в наши дни все-таки это делается тоже чем ближе конец мира сатаны тем яростнее будет натиск наших противников мир сатаны а посмотрите блин иеговисты как прекрасен этот мир посмотреть какая природа посмотрите какая красота вы блин я сейчас назвал бы у вас какие-нибудь словом но это не культурно как подготовиться к преследованиям о видите уже готовят преследованиям рассказывают как правильно подготовиться не стоит давать волю своему воображению не надо нужно придерживаться указанием руководящего совета представляя себе что с нами может произойти иначе страх и переживания нас парализуют воображаемые угрозы могут лишить нас сил еще до того как начнутся сами испытания страх мощное оружие которое используют против нас дьявол поэтому крайне важно не медлить с тем чтобы укреплять отношения с иеговой уже сейчас призыв к тому чтобы не поднималась паника но правильно если будет паника то и иеговисты всех чертовой матери по выходят с этой секты ну чтобы этого не произошло они уже предупреждают только без паники то есть ребята спокойненько без паники все нормально вас преследует все подчиняйтесь мы вам расскажем как вам надо подчиняться и что нужно выполнять в случае чего как отвечать на судах давайте приступим к следующему стиху на день на 14 мая идите во всех народах подготавливайте учеников ну да говорил иисус свою своим ученикам а иеговисты все перековеркали на наши дни теперь рассказывать якобы вот этим иеговистам которые живут в наши дни нужно идти подготавливать всех учеников которых уже давно подготовили уже армагеддон кстати достал вот который должен был достать по библии но сейчас мы почитаем же очень важное указание руководящего совета который написан пояснения к этому стиху давайте начнем можно только представить как взволнованы были апостолы когда собирались на склоне горы в галилеи хотят тут показать что видите взволнованы были апостолы вы как бы тоже можете быть взволнованы вы что же такие люди как и они не переживайте шиева вас утешит иисус скоро придет всех уничтожит прийти туда их а попросили вас попросил воскресший иисус какой бред вероятно именно тогда он кто-то заорал наверно кто-то воскрес из помазанников вероятно но это не точно именно тогда он явился более чем 500 братьям сразу да когда же он уже придет и яговисты когда он уже вам явится для чего иисус их собрал он дал им захватывающее задание как прям фильм какой-то до захватывает захватывающий сериал про яговистов идите и во всех народах подготавливайте учеников действительно очень захватывающее задание она еще не то что захватывающее одно бесконечное служить будешь блин до смерти яговист и так этот нормагедонный не настанет всю жизнь отдашь всего себя отдашь тебе за это даже спасибо никто не скажет ученики которые слышали эти слова стали частью христианского собрания первого века главное предназначение этого собрания состояла в том чтобы подготавливать новых учеников христа так же как и сейчас да получается нужно забирать других людей чтобы те приносили добровольное пожертвование на коньячок руководящему совету сегодня по всей земле насчитывается десятки тысяч христианских собраний их предназначение ничуть не изменилось их предназначение ничуть не изменилось набивать карманы руководящему совету вот она цель этих всех христианских собраний друзья блин поверьте мне яговисты реально я вам отвечаю но вот задумайтесь вот посмотрите в зеркало и вы поймете ответьте честно на этот вопрос и вы поймете что цель руководящего совета набить себе карманы все А мы приступим к последнему стиху на сегодня. Уже совсем потемнело, но вроде как меня еще в камеру видно. Сейчас уже заканчиваем, дочитаем и все. Стих на день. Земля остается на века. Астрономия в то время была плохо развита, поэтому думали, что Егова всех спасет, и Земля будет на века, все будет на века. Ну ладно. Сейчас будет объяснение от руководящего совета. Сейчас они нам, великие астрономы, сейчас объяснят нам, как правильно. Один разъездной надзиратель, который служил в Норвегии, заметил, мы тоже заметили, что они пример приводят, примерами как бы так подбадривают еговистов, заметил, что люди, не склонные беседовать о Боге, нередко с удовольствием говорят об условиях в мире. Ну, смотри, какие люди, успешные люди говорят о каких-то мечтах, о каких-то достижениях. А вот такие, как еговисты, например, говорят только об Егове, и все, у них рот не закрывается. Он здоровается с человеком и спрашивает, как вы думаете, дождемся ли мы лучших времен? Откуда вы это берете? Кто сделает нашу жизнь лучше, политики, ученые или кто-то еще? Не знаю, меня ни разу не останавливали, не задавали таких тупорылых вопросов. Внимательно выслушав ответ, он зачитывает или просто цитирует стих, в котором говорится о прекрасном будущем. А, это еговисты. Это еговисты останавливают и спрашивают, людям задают эти вопросы. Некоторые удивляются, узнав, что согласно Библии, земля будет существовать всегда, и хорошие люди будут жить на ней вечно. Ну да, первое время возможно так и подумать, можно вернее так подумать. Кажется все так красиво, красочно, классно, пока не поизучаешь с ними, так сказать, Библию, или не прочтешь, в принципе, Библию. Было бы хорошо использовать в служении разные подходы. Почему? Видите, уже манипуляция сознанием и еговистов уже рассказывает, какие подходы лучше использовать, но потом рассказывают, что у них манипуляции нет. Ну, друзья, ну, блин, ну, видите, все видно, все налицо, все открыто. А разные подходы, значит, надо использовать в служении. Почему? Потому что то, что будет интересно одному, может быть абсолютно неинтересно другому. Так они, кстати, и делают. Они спрашивают, чем ты интересуешься, что тебе, как бы, это самое. А потом подсаживается тебе на уши. Однажды ко мне тоже приходили, вернее, эти еговисты. Я еще учился в институте на строителя. И они когда узнали, что я буду строителем, то начали сразу, вернее, в следующий раз они пришли со царешиной, у которого такое же образование, который тоже строитель. И он рассказывал, как я понадоблюсь в новом мире со своими знаниями строительными. Ну, видите, как получилось. Чтобы привлечь к себе, чтобы человек почувствовал, что он как бы свой, он нужный, он понадобится, его знания будут важны в этом новом мире. Все, иду, блин, креститься, иду, еговисты. Ты че, ебанутый? Кто-то не прочь поговорить о Боге или о Библии. А с кем-то лучше, значит, разговор издалека. А с кем-то лучше вообще не разговаривать, потому что может и с лестницы спустить. В любом случае нужно искать возможности поговорить с самыми разными людьми. Вот, друзья, слушайте, слушайте, и вы будете знать, что еговисты хотят привлечь чем-то, хотят вас узнать, чем вы дышите, чем вы занимаетесь, а потом на основании этого к вам подкатить, так сказать. Но, конечно, стоит помнить, что именно егово взращивает семена истины в сердцах тех, кто любит праведности. Вот этими словами они прикрываются, кстати, когда еговист пообщался с каким-то человеком, а он не захотел изучать или ему не понравилось, послал его там нахрен еговиста, они говорят, ну ничего, ты не переживай, главное, что ты это сделал, подошел к нему. А егово уже сам взращивает. В общем, всю ответственность как бы, да, переложили на Бога. На егову перекладывают ответственность, на сатану перекладывают ответственность. В общем, вот такие вот у нас еговисты хитрые, одни они хорошие, все остальные плохие, сатана плохой. Что можно сказать об этих стихах? Никогда не догадаешься. Да ничего, собственно говоря, манипуляции, манипуляциями погоняют. Какие-то учения, указания они дают в каждых стихах на день, чтобы люди знали, как правильно манипулировать другими людьми, как правильно их привлечь в секту. Ну и все, завлекалово как бы в секту идет, больше тут сказать нечего. Поэтому, еговисты, мы вас разоблачаем, люди видят, как вы это делаете, вы еще так классно их выставляете, все эти стихи на день, на всеобщее обозрение, чтобы люди понимали, раньше этих стихов на день не было, сейчас есть, и теперь мы их разбираем, и люди видят, как вы это делаете, на что способна ваша организация, чтобы привлечь новых адептов и заработать на этом деньги. Ну вот и все, друзья. Спасибо вам, что посмотрели этот стих на день. Если вам понравились эти мои разборы, то поставьте, пожалуйста, лайк, поддержите меня, поддержите канал. Буду вам очень благодарен. Вельми понеже, весьма вами благодарен. Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. До следующих стихов на день, друзья. Всем пока.